МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Самары Елена Лапушкина в выходные проверила, как ведется реконструкция социально значимых объектов. В частности, как идет ремонт трамвайных путей по улице Новосадовой на участке от Барбошиной поляны до Нововокзальной. Там смонтирована новая контактная сеть, выполнено устройство дренажной системы, ведется укладка рельсошпальной решетки. К 1 сентября движение трамваев на участке будет восстановлено. В Самаре потушили пожар в двух расселенных домах на улице Советской. Сообщение о возгорании поступило в 5.17. Общая площадь горения составила 500 квадратных метров. В 7.36 пожар ликвидировали, пострадавших нет. На этой неделе в Самаре продолжатся ремонтные работы на сетях. 30 июля на улице 22-го портсъезда планируют замену задвижки. 1 августа на улице Товарные проведут ремонт запорной арматуры, трубопровода и обратных клапанов. Также 1 августа на улице Солнечный заменят задвижки. 2 августа на улице Санфировой заменят пожарный гидрант. В связи с ремонтными работами в ближайших домах ожидаются отключения холодной воды. В Волге утонул 20-летний парень. Трагедия произошла на второй очереди набережной. На место происшествия по заявлению сотрудников полиции отправились спасатели. При обследовании акватории водолаз обнаружил утонувшего и доставил на берег. Тольяттинский «Акрон» одержал первую победу в российской премьер-лиге. Во втором туре в Воронеже волжане обыграли хозяев поля команду «Факел» со счетом 2-0. Ранее в матче первого тура нынешнего сезона РПЛ «Акрон» проиграл в Москве «Локомотиву» со счетом 2-3. 42% опрошенных россиян готовы сменить место жительства ради работы. Еще 10% тоже не против переезда, но такой необходимости пока нет. 7% уже переехали. 41% опрошенных вовсе не рассматривают такой вариант. Самарцы чаще всего выбирают для переезда Санкт-Петербург, на втором месте Москва, на третьем – Сочи, далее – Калининград и Краснодар. В Госдуму внесут законопроект, который ограничит переработку при ненормированном графике. Изменения коснутся статьи 101 Трудового кодекса Российской Федерации. Работники с ненормированным графиком не должны перерабатывать больше 120 часов в год сверх установленного времени. Также законом предлагается предоставлять дополнительные дни отпуска в зависимости от количества переработанных часов. Трудового кодекса Российской Федерации